Пока одни знакомились с Наринмаром, в это время другие защищали свои работы. Молодые исследователи, студенты Москвы, Томска, Архангельска и Наринмара представили проекты по улучшению жизни в работе в условиях Крайнего Севера. Конкурс молодых исследователей прошел в рамках Арктического форума. Авторы лучших проектов получат денежные приз и возможность воплотить свои идеи в жизнь. С участниками в научной секции общалась моя коллега Валентина Чебичек. Дизельное топливо – генератор энергосберегающей технологии. Этими терминами Ирина оперирует не хуже профессионалов. Год назад она окончила САФУ, где написала блестящую дипломную работу. Об уникальности диплома говорит уже то, что сейчас одна из метеостанций в Баренцевом море тратит на закупку топлива в четыре раза меньше средств. Ирина провела исследование и выяснила, что солнце и ветер не хуже горючего топлива могут обеспечить метеостанции светом и теплом. Очень дорого доставлять топливо на станции. Это очень затратное занятие такое. И само топливо недешевое. Причем доставка идет и судном, и вертолетом, и еще в Аркангельске его надо доставить. То есть это очень все по карману бьет для организации. Им надо экономить ресурсы. Успешный проект Ирины после апробации смогут применять и другие метеостанции Крайнего Севера. Именно на такие проекты направлен конкурс «Постигая Арктику». Несколько десятков студентов от Умска до Наренмара предлагают свои решения. Как сделать жизнь в районах Крайнего Севера комфортной, безопасной и недорогой. САФУ – один из центров в северо-западном регионе, где готовят и ведут будущих исследователей. Ежегодно заведение помогает воплотить в жизнь лучшие разработки студентов. Университет делает внутренний конкурс, вот идеи к проекту. И мы выдаем деньги на подготовку проекта, бизнес-плана, уже рабочей модели. Если это все состоится, они имеют полное право, регионы, Нянинские округи, Аркангельская область, они объявляют конкурсы, которые поддерживают и дают деньги на стартапы. Размеры этих стартапов до 900 тысяч рублей. За подобными проектами не только будущее, но и прошлое, считает Максим Вавулин. Студент Томского государственного университета воссоздает 3D-модели Коча, судно, на котором осваивали Арктику с 16 века. Будет возможность создания макетов для музейного экспонирования. И главным результатом, можно будет считать, это создание реплики Коча, натуральной величины, проведение экспериментов в акватории Северного Годовитого океана. Сохранение историко-культурного наследия и инноваций соседствуют в конкурсе «Друг с другом». Лучшие из 12 проектов смогут воплотиться в жизнь, а их авторы получат денежные призы и путевку в мир науки.